Здравствуйте! В библейском портале «Экзегет» мы продолжаем беседу о исторических книгах, совещанных в Писании, книгах царств. Первая и вторая книги царств, как мы их называем, в еврейской традиции именуются книги пророка Самуила. Действительно, героем этих двух первых книг является пророк Самуил. Мы в предыдущей беседе толковали о первых, 11 главах первой книги царств, сегодня продолжим с 12 главы. В ней начинается речь пророка Самуила такими словами. «Свидетель мне Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской, теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами перед Господом о всех благодеянах, которые оказал он вам и отцам вашим». Итак, пророк Самуил реагирует на желание народа дать им царя, как вы помните, был помазан Саул. И само это пожелание противоречит тому предназначению, которое имела вся жизнь избранного народа Израиля. Вот укоряет их такими словами Самуил. «О всех благодеянах, которые оказал он вам и отцам вашим. Как они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сесара, военачальника Ассорского, и в руки Филистимлен, и в руки царя Муавицкого, которые вали против них». И дальше он напоминает об этих поражениях Израиля и о молитвах, которые его стремили, они к Богу, о спасении. «Согрешили мы, ибо оставили Господа, и стали служить Астартам и Ваалам. Теперь избавь нас от врагов наших, и мы будем служить тебе». Тогда Господь послал и Раваала, и Варака, и Ефая, и Самуила. Пророк перечисляет тех судей в народе Божьем, которые были авторитетными руководителями народа до эпохи царей, и которые мужественные, как верные Богу люди, смогли организовать не только оборону, но и победу Израиля над противниками. И выжили безопасно. Но вот теперь, как оказалось, новая опасность и новое явление малодушия народа. Он говорит, «Но увидев, что наас царь Амманицкий идет против вас, вы сказали мне, нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш». Речь Самуила содержит тот же призыв, что и слова последующих пророков. В ней утверждается, что жизнь и судьба Израиля имеют предназначение, определенное Богом, то есть смысл. Как сказано было правоцам Аврааму и Акву, как указано Моисею, чему следовал Иисус на вин, и что напоминает Самуил теперешнему поколению израильтян. По существу, это принципиальнейший вопрос. Это вопрос о смысле жизни. Обычный человеческий опыт ответа не дает. Как узнать смысл того, явления или событий, начало чего мы не знаем и конец чего нам тоже неизвестен. Как понять смысл самой жизни? Обыденный опыт не задается вопросом о смысле жизни. Он только подсказывает, этот наш опыт, что человеческое существование нуждается и в защите, и в безопасности. И это поддерживается и чисто биологически, продолжением рода, и организацией, общества. Одно гарантируется властью и военной силой, другое – силой естества. Через это, конечно, или несложно объяснить, что обыкновенно и делается, что язычество в ответ на такую реальную потребность в сохранении и самоё себя, общество и жизни. Язычество обожествляет как силой природы, так и силу власти царя или богов, которые отвечают за те или иные стихи. Ицрай должен совершенно опровергнуть это. Во-первых, этот народ узнал, что его происхождение и судьба предначертыны Богом, то есть имеют некое задание, цель. И цель – это возвращение в царство Отца, Бога. Такой идеи, такого откровения никакой языческий народ не имел. Да, собственно говоря, и выдумать его невозможно, если не получить этот ответ от самого Бога. Во-вторых, в истории Израиля побеждается естество очин, как говорится, в церковной молитве. То есть не только сама защита Израиля обеспечивается не царской или какой-то иной силой, но присутствием Бога, попечением его о своем народе, но и само чисто, так сказать, физическое существование этого народа, оно обеспечено какой-то чудной божественной волей. Народ происходит от бездетных родителей, от старца Авраама и Сара, которые неспособны были естественным образом родить, но родили, как истинные родители своего Исаака. Такова была воля Бога. И народ начал размножаться. Во-вторых, правотец Авраам не владел своей территорией. Он был кочевник, странник. Потомки же его обосновались на благодатной земле, которую народ завоевал с помощью не мощи царя-повелителя, а участием самого Бога живого, истинного Бога. И только он, таким образом, мог быть признан царем Израиля. Для чего вывел Господь потомков Авраама из рабства царю-поработителю фараону-египетскому, то есть в эпоху Моисея, чтобы делать его народом свободным, свободным от какой-либо человеческой насильной власти, от всякого подчинения, для которого только Бог будет Господь. Подсказать Господь Бог – это уже некое богословское утверждение. Господин только Бог, и нет нового Господина. Помните гнев фараона, который на слова Моисея, что Господь послал его с требованием отпустить народ Божий для поклонения ему, фараон говорит, кто это, кто это, какой Господь, он себя сознавал Богом. Вообще вот сравнить цивилизацию Египта и жизнь Израиля весьма было бы важно, но, может быть, не в этой беседе. В таком случае мы знаем, что личностного какого-то начала, такого личностного достоинства египтянин не сознавал. Даже в их языке не было такого, как бы сказать, активной формы глагола, которая бы обозначала вольное действие человека. Не я пошёл, меня пошло, вот так скажем. Всё было во власти фараона. Он был, так сказать, действующей силой этого народа. Насколько иначе всего в Израиле. Там личность предстоит Богу, каждая личность и народ в целом тоже. Так вот, и событие вот этого вывода из египетского плена стало центральным событием для всей истории Израиля, включая и Новый Израиль, Церковь. Независимо от того, какие конкретные исторические обстоятельства позволили в предании народа передать вот эти, это событие передать таким именно чудным шествием многих сотен тысяч из Египта через море и далее по пустыне. Смысл этого, этой миграции, как угодно назовём это, перемещения этого выхода был именно таков, из рабства в свободу, в свободу детей Божьих, о чём мы услышим, конечно, в конечном счёте и в Евангелии. Итак, Самуил напоминает об этом. В книгах царств описывается история Израиля от эпохи Судей и помазания первого царя Саула до Вавилонского пленения. Для учителей и пророков нет нужды просто излагать последовательные события, как это делается в летописях или хрониках или в современных исторических повествованиях. Они изложили самую суть событий. Изложили её очень разными средствами, выразителями, прежде всего, средствами, иногда в ярких художественных или легендарных образах, иногда посредством древневосточных мифов. Суть событий, самый смысл в жизни Израиля не ограничен историческими и географическими пределами. Это смысл сверхисторический, иначе говоря, эсхатологический. Он раскрывается вечным Царством Божьим. Поэтому постигнуть смысл первых книг Ветхого Завета, имея в виду содержание, можно только если иметь в виду содержание последней книги Откровений Иоанна Богослова. Все священные писания целостны и чрезвычайно. И недаром говорят, что Ветхий Завет – это пролог к Новому Завету. Можно было бы понять переход от эпохи Судий к эпохе Царей как смену исторической формации, родоплеменной, государственной. Ну, с чисто исторической и рациональной точки зрения это вполне логично. Но для сознания Израиля это не так. В этом сознании важно понимать сущностный смысл и события, как мы уже сказали, предназначение народа быть народом Божьим. Еще восьмой главе книги Царства, о чем мы уже толковали, говорится о том, как Сумуил помазал Саула царем. Тогда Господь сказал Сумуилу «Послушай голос народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, а меня». Вот как это, напоминаю вам, как жестко определяет Господь желание народа иметь себя царя, отвержение Бога в этом желании иметь царем человек. Это как бы перелом момента в истории Израиля. Народ этот не может понести своего избранничества и безоговорочно оставаться народом Божьим, подчиненным Богу и только Ему, стоять на том, что Господь, Бог их единственный истинный царь. Подчиняя себя общему для языческих народов порядку жизни, Израиль неизбежно склоняется и к долупоклонству, что потом во всей истории Израиля постоянно описывается. Однако верен Бог своему народу, и потому Самуил продолжает речь так. «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Если вы будете бояться Господа и служить Ему, и слушать глаза Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствен над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против вас». То есть как бы Господь готов вести народ и в его новом, так сказать, общественном порядке при возглавлении царю, чтобы народ понимал, что истинный царь Господь. По тону этих слов Самуила можно заметить, что он не вполне уверен в способности народа, ни одна в что, что к тому веем, не отсыпавшего от Бога, никогда более нарушать заповеди Господних. И в подтверждении крепости сказанных слов, вот этого требования Господа и в то же время готовности Господа, пусть в новых обстоятельствах, но вести народ, в подтверждении этого совершается знамение. Во время жатвы, когда происходил этот разговор Самуила с народом, в то время, то есть, когда нет ни дождей, ни бурь, вдруг гремит гром и изливается ливень, так что народ устрашен и говорит, ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. Самуил же напоминает им, не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступаете только от Господа и служите ему всем сердцем вашим и не обращайтесь вслед ничтожных богов. Господь же не оставит народа своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. То есть, все время судьба Израиля пророками, Сумуилом в том числе, и Саудиями в свое время подчеркивается перед народом как судьба особенная, судьба, которую совершает Бог, не обстоятельства естественные и необщественные события. Но этот Саул не готов был следовать указаниям Сумуила, то есть, указания Бога через пророк Сумуила. Он, Саул, постоянно своевольничал, и, что естественно для человека, обличеного властью. И вот мы об этом уже упоминали, как Саул по Суму поступил, он вопреки повелению Сумуила сберег хороший скот, овец в битве с Амаликом, для того, чтобы этот скот принести в жертву Бога, в благодарственную жертву за победу над Амаликом. Это было нарушением строгого сопрета. В древних битвах поголовное истребление всего, что побеждено, даже людей, было, имело смысл жертвоприношения своему Богу. Таким образом, Саул, когда воспользовался вот этим, как бы, сэкономленным, отделенным от добычи скотом для жилоприношения, он покусился на священное, на жертвенное. И тогда, помните слова Сумуила, обращенные к Саулу, непокорность есть такой же грех, как волшебство, и притемление, то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Так, в 15 главе Первой книги царства. По человеческим меркам, Саул достойный царь. Он силен, решителен, властен, высокого роста, красив собой. Но причина его царствования не воля Бога, а желание народа жить по обычаям соседей-язычников. И действия Саула мотивированы исключительно его собственными расчетами и амбициями. Поэтому Сумуил говорит Саулу, ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Судьба Саула с самого начала обречена отмечена какой-то обреченностью. При этом библийское повествование передает и трагичность этой судьбы. Это не просто, так сказать, негативный герой. Вот нет такого однозначного какого-то пренебрежительного отношения и к Саулу, и к самым другим героям, потому что это человек, который все-таки помазан царем. И вот в этой трагичности судьбы Саула получается, что текст книги – это не сухое назидание, но выразительность деталей подчеркивает значительные события. Вот пример. «И обратился Самуил, чтобы уйти». Так Самуил обличил Саула и готов уйти. «Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал его». Тогда сказал Самуил, «Ныне отверг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Самуил непреклонен в обличении Саула, «Но он же, Самуил пророк, и скорбит о Сауле». И сказано так, «Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что царил Саула над Израилем». Вот это «Господь раскаялся», как вы знаете, неоднажды встречаемый такой оборот в тексте Библии, довольно странно звучит такой обыденный слух, как-то Бог вдруг оказывается недоволен собственным решением. Нет, это подчеркивает, как живо соединяется божественная воля, божественный план с жизнью, конкретной жизнью, с её перипетиями человеческими. Как бы Господь всё время выправляет человеческую жизнь в сторону своего замысла, не пересекая её окончательно, ну, разве что в некоторых моментах, как, скажем, Великий Потоп. Если Израиль вступил в ту пору своей истории, когда ему был нужен царь, то Господь сам и усмотрит народу царя. Господь сказал Самуилу, «Доколи будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, дополни рог твой Елеем и пойди, я пошлю тебя к Иесею Вифлеем инину, ибо между сравнями его я усмотрел себе царя». Так, в 16 главе первой книги царства заметил, заметил, не Израиль усмотрел Господь царя, а усмотрел себе царя, то есть, как бы своего подчинённого усмотрел, того человека, который будет царствовать от имени Бога. И так начинается история царя Давида, который передел в следующем 10. До новых встреч! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.